Свет погас, просит на выход. Пермский клуб спелеологов в этом году празднует юбилей, но к своему 25-летию рискует остаться без базового помещения. Оно находится в подвале дома по адресу Ким-88. Почему так может произойти, узнал Евгений Гуляев. Ну вот наш Пермский клуб. Сейчас. Как настоящие пещеры. Условия приближены максимально. Спускаемся не в пещеру, а в подвал в доме по Ким-88. Для пермских спелеологов это и база, и помещение для снаряжения, и аудитория для теоретических занятий. Только теперь здесь темно. От электричества энтузиастов отключили. При заводе был турклуб «Оптимист». Вот завод дал этот подвал, он был просто в убитом состоянии. Своими силами все ребята здесь сделали, сделали ремонт, и с 70-х годов мы здесь находимся. Когда в 90-х годах была повальная передача помещений от заводов, передавали наше помещение муниципалитету, документы, конечно, было все затеряно. И тогда еще нам сказали, ребята, сидите, ну нет документов, и ладно, и все хорошо. Ну и несколько лет назад начали причесывать все подвалы в городе, и тут обнаружили, что мы, оказывается, здесь незаконно. Городские власти обратились в суд. Служители Фемиды приняли решение о выселении, но спелеологи подали апелляцию, ждут решающего заседания. И тем временем решили проблему с отсутствием электроэнергии. С темнотой в городской пещере пермские спелеологи борются с проверенным походным способом. Для этого на поверхность выносят генератор, подключают его, а затем заводят. Вес в пещере появляется. Руководители клуба говорят, в связи со сложившейся ситуацией раздумывали о том, чтобы взять подвал в аренду, но своими силами энтузиасты такие затраты вряд ли потянут. Ну, то есть это 20-30 тысяч ежемесячно. Мы должны платить арендную плату, плюс коммуналка, ну, немало, не менее, 150 квадратных метров, это еще десятка, а? Если вопрос, где нам взять, если мы собираем, ну, 300 рублей клубные взносы. Спелеолог – это тот же геолог, специализирующийся на изучении пещер, а их только в нашем крае порядка 700. В клубе в настоящее время около 100 активных членов, плюс группа молодежи, которая проходит обучение. Пермяки уже несколько раз побеждали на региональных и всероссийских соревнованиях. К слову, многие, пройдя обучение в этом клубе, пошли работать в городскую и краевую службы спасения. Совместно со спасателями они регулярно проводят учения, участвуют и в операциях по спасению. Один из таких случаев – трагедия в Губахинской пещере в ноябре 2009 года. Тогда группа туристов попала под завал, двое погибли. Нас, как спелеологов, туда пригласили, чтобы помогать, чтобы экспертную оценку производить, проводить связь, помогать спасателям. Смогут ли власти оказать помощь клубу спелеологов? Такой вопрос мы направили в городскую администрацию, ждем комментариев. Евгений Гуляев, Валерий Шакунов, Телевизионная служба новостей.